Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Так он сейчас достанет из-под стола, я видел, там ножки стоят. — Я не знаю, нахожусь в некой эйфории всё равно. Там ведь как-то считается у женщин, сколько-то дней после родов, она может совершать какие-нибудь поступки. — Она может и до, и после. — Неожиданные. Я тоже, может быть, сегодня какие-то неожиданные поступки буду в эфире совершать. Вы уж меня простите. — То есть эфирный постродовой психоз. — Я вот так с философского размышления хочу начать, ближе подводить к нашей теме. Наверное, человек не рождается злодеем сразу. Он не рождается героем. Он попадает в некую среду учёба и так далее, и так далее. — Сначала он попадает в семейную среду. — Да, в семейную среду. — Вот он сейчас попал в твою среду, Володь, всё в твоих руках. — Постродовой психоз. — А потом он, не знаю, решает заняться политикой. Его выбирают главой региона, например, да, или его назначает президент главой региона. — Смотри, какое будущее он выбрал для своего сына, да? — Да я понял, да, уже. — Нет, я сейчас абстрактно говорю. — Точнее, главе нашей страны. — И однажды получается, что вот его начинают подозревать в чём-то нехорошем. И такие истории в последнее время повторяются с завидной регулярностью. Вот так я подвожу к нашей теме сегодняшний. — Давай, Володь, расскажем, потому что, во-первых, у нас уже голоса в эфире, да, у нас, во-первых, прекрасный звонкий женский смех от Светлана Занькуа. — По-моему, вы сами ещё не представились. — Наш главный редактор будет разбавлять нашу мужскую компанию. — И в гостях у нас Михаил Шевелёв, руководитель Кировского реготделения партии «Гражданская платформа». — Михаил Анатольевич, добрый день. — Добрый день. — Ну и вы голос уже узнали, конечно, который реплики вставлял Владимир Маматов, коммерческий директор газеты «Репортер Володь». — Доброе утро. — Да, привет. — Добрый день. — Сейчас мы до эфира вспомнили первоапрельскую шутку от «Репортера» с задержанным Маматом. — Меня отпустили немцы. — Немцы отпустили уже, да? — Да, всё хорошо. — Ну, на самом деле, тут любопытная история. — То есть в нашу общую тему арестов Владимир Маматов уже не входит. Он уже на свободе. — Ну что? — Для того, чтобы слушатели совсем не сходили с ума, это, конечно, была первоапрелевская шутка. — Да. События прошлой недели, да, наверное, о ней хочется всё-таки вспомнить. Мы имеем в виду уже бывшего главу республики МРИЭЛ Леонид Игоревич Маркелов. Подозревается в получении взятки в 239 миллионов рублей. В настоящее время... — Находится где? — Находится под арестом в Москве. — В Лефортово. — В Лефортово. — Рядом с Никитой Юрьевичем Вилох. — Получается, что-то... — Ну, где-то так. — Соседи! — Всё больше и больше. — Как и были соседи, так и остались. Там сейчас весь наш куст. Там Удмуртия, МРИЭЛ, Кировская область, КОМИ. — В Удмуртии кто? А Гейзер — это КОМИ. — КОМИ. — Это наш родной. Значит, этого самого Маркелова взяли за жабры — это КОМИ. — А это КОМИ, это у нас Маркелов, это у нас МРИЭЛ. — А, Маркелов, МРИЭЛ, подожди. — А еще Республика Удмуртия там тоже поменялся. — Удмуртия в начале апреля. — Но взяли или просто... — Господин Соловьев. — Да. — И это тоже подарили. — Отвезли, да. — А, тоже подарили. — Свезли. — А кто у нас представитель президентов Привовского Бабича, да, по-прежнему? — Бабич, Михаил, Виктор и Виктор. — Слушайте, а кто у нас остался тогда вообще не... — Кто в лавке остался, да? — Да-да-да, кто не посаженный-то остался в ПФО. — Нет, вот в ПФО-то еще 10 регионов, и, кстати, КОМИ не ПФОшный регион, да, то есть еще 10 регионов так живут потихоньку, но, видимо, ждут тоже. — Может быть, какая-то бацилла вятская, вот, типа, Никиту взяли, а потом, раз, как эпидемия, пошло, и все... — А вот вы у нас сегодня в студии в роли экспертов, вот мы вам и будем задавать эти вопросы. — Ну, что происходит-то? — Что происходит-то вообще с главами регионов? — Чего вдруг вот этот региончик такой, знаешь, такой традиционный, финно-угорский, такой всеспокойный, Удмурты — очень мирный народ, КОМИ — мирный народ, Марийцы, и у нас они все тоже вот живут, да? — Что-то вот случилось? — Михаил, давайте, подключайтесь. — Регион очень талантливый, на самом деле, получается так, что... — Хорошо звучит в этом контексте. — Да, в этом контексте, то есть у нас все республики перечисленные, да, они, ну, не могут похвастаться каким-то очень экономическими успехами, да, поэтому приходится как-то выживать, приходится развивать таланты, ну, я думаю... — Ну, то есть мы видим, что наше главное богатство — это человеческий капитал, да? — Да, 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 это подтверждает, будем так оптимистично рассмотреть. — Ну, это ирония сейчас была, да? Нет? — Ну, в какой-то степени ирония, но на самом деле... — А надо что, значки такие ставить, у нас тут ирония была? — Нет, это старая песня, и арестанты вы, но это все таланты... Вот, да, я переживал, прошу прощения, Михаил, так... — Да, на самом деле, даже, ну, как бы, брать, если геополитику, да, то есть Россия богата, на самом деле, талантами, и последние 20 лет, ну, я думаю... — Кого только в Лефортово не свезли, да? — Нет, на самом деле... — А Лефортово — это у нас типа выставки достижений, да, человеческого капитала. — И мамотова сюда притянули, смотри. — В ДНХ такое, но наоборот, интересно. — Очень интересно, слушай, туда, наверное, уже платные экскурсии надо открывать потихоньку. — Постоялись с Лефортово, это значок, да. — Ну, давайте все-таки попытаемся поразмышлять. Мы сейчас о конечном факте уже говорим, да, что человек подозревается, все, закрыли его. Где наступает вот тот момент, когда вот скользкая эта дорожка, где, на мой взгляд, начинается? — Скользкая? — Да. — Там сразу несколько измерений, насколько я понимаю. Давайте возьмем нашего прекрасного любителя Леонарда. Кому он памятник поставил в ежике? Это Лоренцо Медичи, я вспомнил. Это вообще шикарно. Он писал стихотворение Маркелов, я имею в виду, по поводу того, что поставлен памятник Лоренцо Медичи. И там он в нашей аномалии, тра-та-та-та-та, Лоренцо Медичи, опаньки. То есть этот меценат, фронтийский меценат и банкир эпохи Возрождения в центре Ешкаравы, памятник ему. И вот у меня ощущение от Маркелова, что ему, в принципе, было по барабану все. Путин и Медведик ему приезжали, он лет на 15 находился. Я помню, что две газеты сбежали из Коми, печатали за ее пределами. Из Майорел. Вся область держал Маркелов ее в кулаке очень плотно. Там куча коррупционных схем, там имущество переписано жену, там ситуация с разводом с женой. Там масса, масса, масса ворох целой подробности. Но Путин приехал, пожал руку в глаза, посмотрел со значением. Остался Маркелов. Медведев, приехал Медведев, в глаза посмотрел со значением. Остался Маркелов. Опять приехал Путин, остался. Медведев, остался. И вот так 15-16 лет заезжали. 16 лет. Да. Оставался. Значит, просто поменялся тренд. Лишь Маркелов просто достал всех. Ну, долго человек сидит и скучно, да? Лишь какие-то показатели, по которым они начали отслеживать, поменялись. Лишь у меня случайно выскочила на горизонте ума фигура Кириенко, который начал там тихонечко, аккуратненько в администрации президента что-то шерстить. Я абсолютно не исключаю, что это проходит вот с подачи каких-то кадровых чисток под товарища нашего киндер-сюрприза, который сейчас рулит отчасти этим всем. Я бы хотел немножко добавить. Мы рейтинги постоянно смотрим, анализируем. То есть все, кто так или иначе вот в этих схемах замешан, то есть они обладали на самом деле очень невысокими рейтингами. И так или иначе... Именно у себя внутри среди местного населения. Да, да, да. Да, и с точки зрения Москвы, как ни странно, тоже. Я бы рассматривал этот момент как, ну, скажем, такой основной, с точки зрения, кому были применены такие методы. А что касается вот... Вопросы, где сбой-то? Где начинается, да? Где сбой-то начинается? Я думаю, что это началось очень давно. Я сейчас вот аналогию применяю к налогоплательщикам, например, да. То есть изначально там система как-то выстраивалась. Ну, там все брали себе суверенитет, сколько возможно, потому что законодательство было достаточно неурегулировано. Вот. Потом с точки зрения налогового контроля, например, то ведь очень много схем различной там налоговой оптимизации, различного налогового планирования использовались предпринимателями, считая, что все, что не запрещено, разрешено. И я полагаю, что вот с точки зрения вообще всей системы, скажем так, чиновников, предпринимателей там, ну, в нашей политической, экономической деятельности произошла ситуация, когда, ну, в принципе, все на себя что-то, ну, скажем так, наделали. То есть и база практически с точки зрения каких-то нарушений, злоупотреблений, она есть, ну, практически в каждой там, ну, кто, ну, кто не ошибается у нас. И вот в какой-то момент, мне кажется, это просто, ну, стали обналичивать или там применять. Миш, короче говоря, проще формулировать, имеется в виду, что косяков у всех есть. Да. И в тот момент, когда температура по палате поднимается, это решают использовать. Да, абсолютно. А с какого перепугу поднялась температура по палате в отношении, допустим, Маркелова? С гейзерами? Ты сам абсолютно все сказал. Ну, ты говоришь про рейтинги. Да, я говорю про поддержку внутри регионов. На сегодняшний день, ну, с точки зрения экономики, фраза денег нет стала более такой, скажем, более зловещей. Это тренд. Это тренд, да. И задача, которая ставится в сегодняшний день перед руководителями регионов, она заставляет, что ли, не просто быть хорошим хозяйственником, ну, то есть бюджеты там осваивать, строить там в рамках процессов, вот. Наводить элементарный порядок. Ну, это отдельная песня. Она заставляет наряду с наведением элементарного порядка быть, ну, скажем так, ближе, что ли, к народу. То есть иметь достаточно высокий рейтинг, ну, электоральный, что ли, рейтинг. То есть иметь возможность в прозрачных процедурах выбора, ну, набрать достаточно большое количество голосов. Ну, мы автоматически переходим к опросу гигантской явки, которую хотят сделать для Игоря Вадимовича. Давайте чуть позже все-таки этот вопрос тоже затронем. У нас сейчас нужно сделать небольшую паузу, мы скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Аресты глав регионов, происходящие в последнее время. Обсуждаем мы эту тему. Причем близлежащих к нам регионов, скажем так. Да, непосредственно близости находящихся, конечно. Михаил Шевелев у нас в студии, руководитель Кировского регионального отделения партии гражданского платформы Владимир Маматов, коммерческий директор газеты «Репортер» и наш главный редактор Светлана Занько. Еще раз напоминаю о том, что первая половина апреля выдалась такой урожайный, урожайный, но задержанный глав регионов, которые подозреваются в огромных, при огромных взятках. Ну, во-первых, это бывший уже глава республики Мариел, который возглавлял эту республику, кстати, с 2000 года, да, очень долгое время. Ну, а глава Удмуртии, бывший уже экс-глава Удмуртии, Александр Соловьев, начал там работу с поста заместителя председателя госсовета, а потом был уже непосредственно председателем был, да, то есть он тоже довольно давно там во власти. Да, и был назначен временно исполняющий обязанности главу Удмуртии с февраля 2014 года, ну, а затем был избран, собственно. Избран, да, избран с хорошим результатом причем. Ну, посадили их, ну, посадили. Хорошо. Нет, ну, давайте все-таки резюмируем. До перерыва, вы сами об этом говорили оба, я говорю сейчас о Володе и Михаил, но еще раз резюмируем, что последние посадки, такие увольнения там или уход в отпуск, а потом посадка Валифортова, это, судя по тому, что вы сказали, в общем, тенденция, которая обозначает недоверие президента и его администрации тем губернаторам, которых забрали, то есть им не доверяют грядущую избирательную кампанию 2018. Правильно? Да. Мы об этом сейчас речь ведем. Правильно. Ну, пожалуй, да. Вот. Тогда, поскольку соседние регионы это очень хорошо, и эта тема так и обозначена у нас сегодня, а так хотелось бы все-таки приблизиться к какой-то кировской действительности и посмотреть, что у нас сейчас творится на самом деле. Мне кажется, что это тоже очень важно, потому что... Не могут ли посадить нашего? Нет, не об этом речь сейчас идет. Просто мне кажется, что очень важно посмотреть на то, что делает Игорь Васильев сейчас, и то, что делает его конкурент, который есть или нет, например. Конкурентов я не видел, а о чем ты говоришь? Интересно. Я говорю как раз, есть они или нет. С этим надо уже определиться, мне кажется. А, то есть ты задаешь загадочный вопрос, я понял. Нет, я не совсем. Действительно, товарищи, давайте решим, есть ли конкуренты, Игорь Владимирович. Ну, по крайней мере, насколько я знаю, несколько человек уже объявили о своем желании. Конкуренты мы имеем в виду на выборах. Да, то есть те участники выборов точно есть. Вот насчет конкурентов, если говорить о конкуренции, я пока не знаю, не готов ответить. Я использую приземленную земную формулировку, то есть конкуренты. То есть люди, которые готовы пободаться. Не те самые, не... Не которые обязаны по своей должности просто участвовать, взять свои 11% и радоваться, да? Ну, то есть не мебель, которая будет располагаться в комнате, а, собственно, действующие фигуранты. Вот есть ли они такие люди или нет? Ну, в общем-то, еще и время такое, когда реально эти фигуры не выскакивают пока. Ты хочешь сказать, что у нас в Вятке вдруг, внезапно, за несколько месяцев обнаружатся эти храбрые белые там серые... Ну, они могут обнаружиться. А кто его знает? У нас на Вятке, кто его знает? Может, заедет какой-нибудь гость из Москвы. Так, ребята, я... Прилетит вдруг волшебный, да. Можно примерчик за вот мое 20-летнее пребывание у Кирови, у Вятки, да? Хоть один примерчик того, что внезапно, из местной элиты... Из местной элиты. Я как раз не говорю про местные элиты. Я вспоминаю всегда господина Бриллинга, который... Ну, Бриллинг, да, я согласен, это единственный пример, который мне... Это последний пример, и, собственно, последние выводы, когда были, да, 2003-го года, последние конкурентные выводы. Напомните, пожалуйста, слушателям, которым не поняли. Это Бриллинг, летал в вертолете, прекрасный человек, 90 лямов, это очень большие по тем временам деньги, вбив на избирательную кампанию, гигантские тиражи бесплатные в газеты. С вертолета разбрасывали 90 миллионов. Сима Маликов в каждой деревне на сцене песни поет, и в тот момент, когда рейтинг Бриллингов взлетел просто до небес, потому что он был прекрасный, прекрасный образ настоящий, барин приехал смотреть огород крестьянина, в этот момент Бриллинга закрыли. То есть его просто в Москве аккуратненько сняли за какую-то фигню, левые там нарушения, быстро посвятили, сняли. Его сняли, кстати, уже практически на последние. Да-да-да, мы открыли дорогу для Николая Ивановича Клейна, прекрасного человека, который и стал нашим губернатором. История про 2018 год и про то, что у нас будет избираться губернатор в этом году. Игорь Владимирович Васильев, по-моему, единственный, кто четко и ясно заявил о том, что он идет на выборы. Все остальные пока заявляли, насколько я помню, поправьте меня, просто хочется ясности. Ну, Черкасов говорит. Черкасов и Мамай заявляли, что они пойдут, если партия доверят. Так ведь? Черкасов как-то робко сказал, что я иду. Черкасов у нас в эфире заявил. А я пойду. Я пойду. А ты видишь предвыборную кампанию? А зачем она ему нужна? Это очень рано. Это другая история. Это очень рано. Света, зачем Черкасову предвыборную кампанию? Он привезет сюда Жириновского. Не, ну подождите, поезд недавно приезжал. Да, господи, ну не на три, на четыре, на пять. Ребят, на январе-апрель какая предвыборная кампания? А у Сергея Павлиныча, вы знаете, сами дилемма, потому что и соседний регион освободился, где он недавно блистал, год назад буквально. Блистал? Блистал, он же даже в двух городах там победил. А там, по-моему, всего два города. Сергей Павлиныч вообще вот здесь, в этой студии, в программе «Особое мнение» заявил, что посадка Маркелова, как и посадка белых, он сказал, это дело рук моих. Сказал он здесь. Слушай, ну тогда надо ждать его в каком-то третьем регионе и ждать там посадки, значит, видимо, он такой агент. Надо клонировать Мамаева и по России, и по России. И он вычистит все, к чертой матери, легко. Кстати, и в Адмурции, и в Мариеловице в сентябре этого года, да, по идее, должны составиться? Должны теперь, да. Должны. Что же делать-то? Ну, Маркелова уже сняли-то немножко раньше, чем, собственно говоря, упаковали, да? То есть, как бы там все должно успеть договориться? Нет, мы теперь знаем будущее. О, опа, надо искать теперь, с кем я знаком. Ну, собственно, Мамаева сам знаком, но и знаком с какими-то людьми из его окружения. Надо срочно это самое подгонять к этому делу, потому что это будущий губернатор Мариел, где все понятно. Глава республики, а не просто губернатор. Вот, вот, мне нравится это. То есть, теперь, встречая Мамаева, он говорит, Сергей Павлиничев, глава республики. Вообще прекрасно. Михаил, хочу спросить все-таки, да, вот эти громкие дела, эти скандалы, они взаимоотношения власти и общества людей, они как-то изменят? Ну, я бы обратил внимание, например, на последнюю такую перепалку, да, которая была на заседании ОЗЭС между Черкасовым и Васильевым. Да, то есть, когда Черкасов говорил, в общем-то, достаточно правильно, элементарно правильные вещи. То есть, на самом деле. И его потом на страницах различных СМИ поддержали практически все оппозиционные партии. И мы много говорили о том, возможен ли там единый кандидат оппозиции и так далее. То есть, на мой взгляд, так или иначе, немножко правила культура политическая, она меняется. То есть, и стремление к, ну, таким, скажем, не безальтернативным губернаторским выборам, а стремлению, ну, устроить некое шоу для электрода, как бы, оно все равно, конечно, есть, оно будет, и оно будет максимально, конечно, использовано. Нет, я имею в виду, наверное, немножко другое. Легитимность о власти тем самым. Что с ней? Усиливают ли аресты губернаторов легитимность власти? Вопрос сам в себе, это некий парадокс. Конечно, потому что все те, кто арестованы, рано или поздно получали одобрение со стороны Путина. Одобряем, одобряем, и сажаем, одобряем, и сажаем. То есть, вопрос по легитимности власти еще существует? Нет, я думаю, что рейтинг лично Путина от этого только выигрывает, потому что снимает тех, кто... Но у него совершенно другая роль, Миша, категорически, это арбитр. Я согласен, я согласен. В принципе, виноват, то есть, вор должен сидеть. Совершенно правильно. Соответственно, на мой взгляд, ну, вот эти вот такие массовые вещи, да, то есть, изменения, которые происходят, они свидетельствуют, в общем-то, о, тоже, о неком тренде смены элит. Ну, то есть, может быть, обновление команды, может более такого... И региональных, и федеральных? Да, да. И региональных, и федеральных. Ну, то есть, я не говорю о смене, я говорю об обновлении. Миша, в федеральные, верю, а региональные, где ты видишь новые лица? Обновление лиц, но... Так, где я вижу новые лица, отличный вопрос. У нас, если в окно посмотреть, там сплошные новые лица, у нас прямо за окнами здания нашего правительства. Да, и там сильно-таки много новых лиц. Довольно-таки много новых лиц, скажем так, да. Тех, кто пойдет на выборы, да? Нет, я имею в виду тех, кто... На смену предыдущей команде. То есть, команда обновляется. А, нет, ты говоришь, что команда управленцев... Речь идет, да, о смене элит определенной, да? То есть, эти же управленцы, которые приехали, они будут вписываться в местное пространство, я полагаю, так, что и будут создавать некую новую элиту. Мы поглядим, как впишутся эти ребята, конечно. Ну, да, это вопрос уже времени, сейчас мы его точно предугадать не можем. Слушайте, а на ваш взгляд, Михаил Владимирович, вот так можно любого главу региона уличить в чем-то? Найти компромат, материал. Нет, если взять, смотрите, вот это... Налогию, которую провел Михаил между политикой и налогами, да? То, в принципе, можно, вот как сейчас делают по налоговым преступлениям. Был человек, а трактование налогового кодекса, оно всегда найдется, да? Конечно, конечно. И, судя по нашей истории с Никитой Юрьевичем Белыхом, да, вот как бы, извините, я его склоняю, хоть он не любил говорить, что вот склоняется, да, по истории с Белыхом, ведь тоже как бы вот... Ну, я думаю, вот все мы понимаем прекрасно, что Никита Юрьевич достаточно умный человек, чтобы пойти взять взятку в пакете там на людях в кабаке, да? Тем не менее, был человек, нашелся эпизод, почему что не найти? Я, кстати, должен сказать, ну, то, что я видел в СМИ, да, по сделке, по обвинению Маркелова, но... Ну, там фигурирует предприятие, которое хорошо знакомо с жителем Кирова, в том числе. То есть, кто-то захотел купить акции, и это переквалифицировалось, ну, во взятку, скажем так, да? То есть, вроде как формальная купля-продажа компании фактически подконтрольный губернатор. Ну, я как бы вот эту даже формулировку я не совсем понимаю. То есть, у нас у губернаторов есть фактически подконтрольные предприятия. Мы сползаем в очень опасную фоскость. Мне, как Чичикову, хочется воскликнуть, я чту закон. Вот. Тем не менее, слушай, опять же, Михаил, вот это выражение, компания фактически подконтрольная губернатора, она до такой степени уже расхожая, что его все говорят совершенно не краснеетесь, не стесняетесь. Компания какая-то, международная. А любая, там где-то, где-то. У Маркелова-то птицефабрика, да? Да, там не то, там все было. То есть, сейчас вы приходите к такому мнению, что это не просто освобождение поля для новых людей, которое обеспечивает выборы 2018, да? Иначе бы люди просто пошли отдыхать куда-нибудь, да? На новое место работы. История другая. А может, просто посольство все занято, уже не знаю, пришлось сажать. Ну, тут вообще какая-то схема. Знаешь, меня что смущает? То, что сначала они уходят в отставку. Вот сначала... Есть такое ощущение, знаешь, как рыбку там дергают. Да, тебя, говорят, пустили, ты думаешь, что ты сейчас уплывешь, а тебя говорят, нет, дорогой, вот тебе в саду. А спустя неделю, да. Честно говоря, на счет Маркелова я думал, что он так спокойно, тихо уйдет. Я даже как бы предсказывал. Я не думал на эту тему, но странная вещь тоже. И то, что его потом все-таки догнали. Еще, знаете, какая история все-таки? Поскольку мы с вами читаем уже все и федеральную прессу, и наши, и мы видим, что ситуация с Игорем Владимировичем-то еще не оставлена так, да? Хотя, мне кажется, каждый, кто тут присутствует сейчас, по крайней мере, уверен, что именно Игорь Владимирович пойдет от федеральной, да? А ты имеешь в виду, что все-таки сменят? Нет, я так не считаю, но мы читаем, публикается, например, на том же Знакком, который активно пишет про вот эти все перетасовки губернаторов и историю с политтехнологами, они активно освещают. И Васильев там постоянно все равно засвечивается. Ну, ничего не могу сказать. Мне кто-то рассказал или где-то я читал, что уже команда политтехнологов работает при Васильеве. Выпуск этой безумной совершенно губернской газеты, да, без выходных данных, которая вышла в листочек этот боевой, тоже уже как бы их рук дело и так далее, и так далее. Ну, я, честно говоря, ничего не понимаю. Просто ничего не понимаю. Зачем это надо было, во-первых, делать в апреле? Это смутная, непонятная трата, пустая трата денег, с моей точки зрения. А когда вы местные ответы начинаете уже делать? Я думаю, это... Летом? Да, это май. Это май перед садоводческим сезоном, потому что в следующий момент у тебя люди разбегутся. А потом резкое начало перед первым сентября, потому что все вернутся к абитуриенцам. То есть вот этот выстрел, там, конец марта, начало апреля, он совершенно холостой. Это никак не связано с единоросовскими какими-то там событиями, инструментариями и так далее? Это как, может быть, что-то связано с единороссом? А почему и человеку, который сейчас уже управляет регионом, не использовать свои все поездки в предвыборной риторике? Официально заявляя, что я вот уже избираюсь. Так нет. А зачем это делать? Он как бы не скрывает ни от кого, чтобы как бы выбираться. У него есть абсолютно четкая, нормальная популистская нарезка. НЭП, да, вот это, который меня уже все уже прожужили на ведении, иммунитарного порядка. Там эти бабушки, значит, любовь к бабушкам, уход за территорией, мы работаем ради людей, наведем порядок. На дальнобойщиков отреагировал недавно. Ну, не видел пока толком, как отреагировал. Ну, видел, точнее, как отреагировал, не впечатлил. Вот у него есть набор. С этим набором его хватит там на получасовую, часовую работу там с аудиторией. Он выходит к аудитории, рассказывает, обменивается, что-то делает. Аудитория обычно молчит, потому что они резких вопросов Игоря Вадимовичу не зададут. Не принято. Не принято, совершенно правильно. Я чувствую закон, опять же, Миша, ты знаешь. Вот, и он так может отрабатывать встречу за встречу, встречу за встречу. Но, фактически, проблема в том, что эффективность этих вещей не нулевая, но она там 10-15%. Реально, это заедет завтра другой барин, да? Народ точно так же будет аплодировать этому барину. Ничего не поменялось. А народ аплодирует? Я уверен, что нет. На встречах вы же смотрите, активно же, в общем, освещается встреча. Ну, с моей точки зрения, главная ошибка, ну, не хотелось бы критиковать, все-таки это лишнее, на самом деле, будет. Но главная ошибка – это невыстроенность информационного поля. Вот прошло уже, сколько там, 9 месяцев. 9 месяцев уже. 9 месяцев. За 9 месяцев вот у некоторых дети рождаются. Да, совершенно правильно. То есть, ничего не понятно, как. У меня ощущение, что Игорь Владимирович и люди, которые окружают, просто не понимают, что такое информационная работа. Ну, просто не понимают. То есть, не в плане того, что неплохо оценивают, там, плавают где-то. Просто не понимают. То есть, не знают этого, не разбираются. И, соответственно, вот весь результат, который мы видим, он просто из-за незнания. Мы продолжим нашу беседу. Сейчас у нас будет реклама все-таки, да, традиционная, для середины часа. Очень скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Так, 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 так. Давайте еще все-таки соблюдем церемонию. Еще раз приветствуем всех наших слушателей, в том числе. Ну, в целом Бевалесе, да. Михаил Шевелев, руководитель Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа» в наших гостях. Владимир Маматов, коммерческий директор. Коммерческий директор, да, газет репортер. Здесь каждый сам представляет сюда. Да, я тогда Николай Горьков, тоже ведущий этой программы. Да, Владимир Светаев, да. Повеселил нас Алексей Константинович Толстой, конечно же. Да, в перерывчике мы просто заговорили немножко о наведении элементарного порядка. У нас прозвучала, как некая такая новая теза. А я просто случайно обратил внимание, что в 1868 году прекрасный российский поэт Алексей Константинович Толстой написал такую поэму. Это очень большое стихотворение под названием «История государства российского». Как раз вот тема наведения порядка – это самая главная тема. Вот интересно, если вы дадите мне 30 секунд, я просто зачитаю. Конечно, Николай, конечно. Послушайте, ребята, что вам расскажет дед. Земля наша богата, порядка в ней лишь нет. Вы уже чувствуете знакомые нотки, да? И эту правду, детки, за тысячу уж лет смекнули наши предки. Порядка девишь нет. И стали все под стягом. И молвят, как нам быть? Давай пошлем к варягам. Пускай придут к нежить. Это Алексей Константинович Толстой, от него тут шутим. Посланцы скорым шагом отправились туда и говорят варягам, «Придите, господа, мы вам отсыплем злато, что киевских конфет. Земля у нас богата, порядка в ней лишь нет. И вот пришли три брата. Варяги средних лет. Глядят, земля богата. Порядка ж вовсе нет. Ну, думают, команда. Здесь ногу сломит черт». Дальше немецкие слова. То есть, значит, мы должны убраться отсюда прочь. Но братец старший Рюрик постой сказал другим. То есть, уйти было бы неприлично. Может быть, все здесь не так и плохо. «Хоть вшивая команда, почти одна лишь Шваль». Это Алексей Константинович Толстой. «Вербринген Цон Сустанде». «Верзухин Верайнмаль». «И стал княжить он сильно. Княжил семнадцать лет. Земля была обильна. Порядка ж нет, как нет». Это, на самом деле, поэма элементарного поэма. Это поэма большая. Она большая. Она большая. Но там про всех остальных правителей точно так же написано. Полтора века назад. То есть, кто, собственно, такую тему может подбросить? Такую засвеченную в сатирическом стихотворении, очень известном в России. Не знаю, как при выборной лозинге. Да, как при выборной лозинге. На самом деле, действительно, уж это было бы понимать. Но времена-то были неплохие. При Рюрихе? При Непе. А, не знаю. При Непе не жил. При Рюрихе тоже. При Непе, когда был новый экономический порядок в водильне, то там ведь сразу были показатели. То есть, мы к такому-то году достигнем. Такого-то количества. Ты имеешь в виду на 20-е годы? Да, да, да. Но это скорее было наведение элементарного беспорядка, потому что как раз освободили предпринимательство, малое, в том числе, крестьянам дали определенную волю. Михаил абсолютно прав, потому что никаких критериев достижения этого элементарного порядка не существует. Сейчас? Сейчас-то его нету. Сейчас нет. Никто не сказал, что будет в лесу через губки. А какие критерии нужно будет вводить? В каким показателям мы идем? Будет столько-то... Я люблю цифры. То есть, если говорить про порядок, то он должен каким-то образом измеряться. То есть, достижение его должно произойти. А здесь фраза красивая. Красивая. Ну, к сожалению, как засвеченная в сатирическом такой... Друзья, может быть, все показатели есть, но опять проблем коммуникейшн, как говорит... То есть, до нас их не донесли? Я думаю, это очень сложно в нашей системе устанавливать такие показатели. Даже шансы не даем. Ну, шанс, да, давайте дадим, шанс. Нет, мы все за то, чтобы все было хорошо, я думаю, тут все собравшиеся, за то, чтобы стало лучше. Ну, значит, критерий этого лучше, Николай. А вот критерий вот этого лучше мы пока не видим. Потому что в плане того, что все хотят жить лучше, я думаю, что мы практически не найдем несогласных вообще, в принципе. Но как измерять это лучше, это большой вопрос. И чем оно должно измеряться? Теоретически, ну, в моем понимании, руководители просто должны говорить, ребята, вот для нашего региона лучшим является вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. И мы будем в течение вот этого временного периода таким-то способом добиваться вот этого. Тогда это будет то-то. А при каких условиях он сможет это сказать, если он 9 месяцев в регионе? Ну, то есть какие должны были сложиться условия, чтобы он через 9 месяцев нам сказал обозначить эти показатели? Конечно, какие-то малопарламентские заявления. То есть типа, если человек работает, ему есть что сказать. Вот понимаешь? Если человек работает, ему есть что сказать. Объяснить, что он добивается, куда он движется, какие достижения, что он сделал. Вот докопаю канаву от меня до обеда, да? Я выкопал в столько-то. И к вечеру ее докопаю примерно, да? Я назначил совещание, ну, грубо говоря. Приняли решение. Решение отслеживается. Вот промежуточные результаты выполнения этого решения. Я их вижу. Люди их видят. Я их могу показать. Когда вся система управления работает как машина, это механический процесс. Это четкий механический процесс. Айн, возвращаясь кеменского, айн каван на маршир, цвайн каван на маршир, фир каван на маршир. Четвертая пошла. Да. Без разницы. Короче говоря, другого варианта быть не может. Не может, в принципе. Потому что это механика. Если эта механика налажена, нам есть о чем говорить. Если она не налажена, мы, конечно, можем... Это земля наша как там богата, порядка только нет. Вот это наведение элементарного, наведение неэлементарного. То есть популистскими возгами мы можем прикрывать долго. А если заглянуть немножко в историю... Чего? В Кировской области, именно в году нашего региона. Какие при прежних руководителях области когда-то вот эти четкие цели ставились? Они озвучивались? При Бакатине были конкретные программы. Да, да. Программа 50, программа 70. Построить там 50 комплексов к такому-то сроку построить столько-то. Миша, примите. Подожди. Бакатина, если я правильно помню, тот КГБшник, которого так не любят КГБшники, да? Да, да. Тот самый. Вот, но КГБшники его терпеть не могут, там он сдал, все это предатель, клеймо на нем стоит. Но с точки зрения жителей региона я многократно слышал, Бакатина очень ценят именно как управленца, неоднократно. То есть за дороги, за какие-то программы, да, очень много вещей. И он в достаточной степени как образец управленца существует в народном сознании. Ну что интересно, сам Бакатин когда-то уехал в Барнолу, по-моему, да, он там дал такое интервью, вольное уже, уже были годы довольно вольные, он сказал, что более саботажные области, чем Кировская, он никогда не встречал. Ну, я с ним соглашусь. И что в Кировской области ни один руководитель не сможет руководить нормально, его все равно местные утопчут. Вот, это тоже интересный такой показатель. Ну, я с ним согласен, она очень тяжелая местность в плане управления, потому что работать люди не хотят категорически. Это факт. Ну, это, если ты забрался в эту уж деревню Саратов, то надо что-то делать. Он назывался Груздем Презайв Кузов, все правильно совершенно верно. Тем более, если здесь посмотреть, подумать, здесь есть чем заняться. Просто надо работать. То есть земля наша богатая? Порядка в ней есть. Мне вот так кажется, что наводить мне не надо никакого элементарного порядка, просто не надо. Слушайте, вот скоро ведь уже будет год, год, да, как... Как не руководит область. Как бы вы охарактеризовали вот этот год прошедший? Это, не знаю, отходняк какой-то может быть. А как его можно охарактеризовать? Вот, и знаешь, самая интересная вещь, то есть есть правительство или нет правительства. Существует губернатор, не существует. Он с такими взглядами или с такими... Я не ощутил никаких изменений. Вот реальных изменений я не ощутил никаких. Ни в ту, ни в другую сторону. Ни в ту, ни в другую. То есть как оно было, так оно есть. Почему? У меня на это есть абсолютно ясное, понятное, точное объяснение. Работает не человек, работает система. То есть вот как, ну, никто, чьи, поймёт Лёша Навального, да, там, поменяем Путина, поменяем Путина. Ну, хорошо, но работает не Путин, работает система. Ну, закинем туда Навального. Через полгода, через год, через два, через три этого же Навального, эта система аккуратно перемелит. Поменяем Навального. Поменяем Навального, да, Путина, да, Путина. И всё. То есть менять нужно не людей, менять нужно систему. Ты прям как все-таки техник, да, в чью систему. Во, всё-таки. Ну, и может, да, это вкус. Понимаете, это другую страну нужно, другую просто на это. Нет. Ну, вы обратитесь снова к поэме, да? Нет, нет, нет. История государства российского. Как говорит товарищ Сталин, другого народа у меня для вас на этом, да? Ну, что-то, когда говорят о системе, не очень понятно, что имеют в виду. Ну, нет, это система взаимоотношений. Это экономическая, в общем-то, вот этот год. Давайте, и про систему, то это ведь очень просто, на самом деле. Вот, расскажи. Основы региональной политики вышли в конце прошлого года. И там как раз говорится об изменениях системы, о требованиях к новому пространственному развитию, о требованиях, в общем-то, к регионам, как они должны мыслить, думать, существовать и развиваться. Там четко сказаны очень-то простые вещи. То есть, хотите развиваться, проявляйте инициативу, увеличивайте налоговую базу, покажите нам, что у вас есть, скажем так, место для жизни людей, и мы вам тогда будем помогать. То есть, по большому счету, вот это вот требование самостоятельности, инициативы и помогать тем, кто, в общем-то, хочет жить, вот оно там достаточно серьезно прописано. Мы это обсуждали. Мы это обсуждали. Но мы, опять же, говорили еще и о том, что на нашей территории, как Владимир верно заметил, за вот эти последние 9 месяцев, никакой инициативы и демонстрации того, что мы можем сделать, пока не заметно. И есть один момент еще там интересный. То есть, все-таки, ну, если брать власть, то у нас есть как бы власть региональная, и есть, ну, естественно, федеральная и муниципальная. Так вот, в документе очень много говорится о том, что полномочия должны быть обеспечены, и они должны исполняться. То есть, по большому счету, там, ну, только красной нитью прошло ответственность за исполнение полномочий. Да, слово ответственность, там, пожалуй, чуть ли не в первом документе, который я читал, да, персональная ответственность указана, да. Персональная ответственность за исполнение полномочий. И некая солидарная ответственность государственной и муниципальной власти. Как раз с ответственности мы и начали, что некоторые лица уже понесли персональную ответственность. В этом плане... Увы, нам пора закругляться. Если Владимир что-то хочет сказать, то 10 секунд. Нет, тут опять мыслью подревал, поэтому за 2 минуты не уважимся. Ну, я помню, Коля сейчас толстый намек опять на тонкие обстоятельства в виде Игоря Вадимовича закинул, потому что пора бы задуматься о персональной ответственности. Ну, а Михаил, опять же, показал нам картинку, ну, прекрасный вот этот экспертный совет, журнал, да, как я понимаю? Вот, да. Нет, в моем понимании система это просто экономические отношения. То есть, вот 10 рублей, вот 15 рублей, вот я тебе плачу за это, ты выполняешь это, вот новое, которое уходит. Как организована система оплаты, точно так же работает и сама машина. Все. Вопрос власти, это вопрос экономики. И с этим не сделать ничего и никому не надо. Вот теперь-то мы и поставим точку в нашем первом части мужского понедельника. Михаил Шевелев, Владимир Мамотов, Светлана Занько. Новости, тематические программы, уже новая тема и новые гости через 20 минут. Владимир Мамотов !